Для ребят такое общение в новинку. На вопрос, кто такие инвалиды, мальчишки и девчонки поначалу стесняются ответить. И первое время просто слушают пришедших в их класс гостей. Я хотела бы сказать, что это люди с какими-то ограничениями здоровья, с какими-то частичными поражениями. Но в принципе эти люди находят в себе и силы, и мужество, и даже привозят пользу нашему государству. А если на минуту представить, что мир вокруг тебя померк? Как чувствует себя человек, лишенный зрения? Можно ли пройти вдоль парт и найти мел, чтобы написать свое имя? Школьники проверили это на себе. Когда ты, если знаешь местность, то есть перед дома, ты можешь ориентироваться. Ну то есть класс знаешь, то есть расстояние. А вот человек, который не видит, он осваивается тяжело. Поэтому я думаю, это понятно, что это без помощника невозможно почти ходить. Самый главный урок, который уснили школьники, нужно уметь уважать и понимать людей, отличающихся от них. Все мы живем в обществе равных возможностей. Татьяна Елисеева, Виталий Немов. Наше время. Татьяна Елисеева, Виталий.